Привет! Сегодняшний наш сюжет называется «Расход мыла». А вдохновлен он один случаем, о котором я сейчас расскажу. Несколько лет назад мой старший сын учился в средней школе. И как-то однажды приходит он домой, я его спрашиваю, как дела в школе. Он говорит, нормально, по математике была задачка, я ее решил. Я говорю, что за задачка? Он рассказывает условия, диктует. Каждые семь стирок кусок мыла в форме прямоугольного пролилепипеда уменьшается в два раза по ширине, длине и высоте. Насколько стирок хватит куска мыла? Сейчас желающий подумать над этой задачкой ставит видео на паузу. И думает, а мы продолжаем. И дальше мой сын, я его спрашиваю, ну и как ты решил? Он отвечает, да там все просто. За каждые семь стирок остается одна восьмая часть объема. Хватит на бесконечное число стирок. Я учительнице объяснил, а она согласилась. Я, значит, это слушаю, слегка удивляюсь. И, собственно, этим случаем жизненным инспирирован сегодняшний стримчик небольшой. Итак, как же можно трактовать эту задачу и как же можно ее решать? Сразу заметим, что здесь дано условие, что произошло с куском мыла за семь стирок. Но не дана модель, которая говорит о том, как же у нас меняется, как же зависит у нас расход мыла от количества стирок. Первым вариантом будет достаточно естественно предположить, что зависимость линейная. То есть, в зависимости от количества стирок у нас на каждое число, на каждую стирку требуется одно и то же количество мыла. Мы перейдем от такой дискретной задачи, связанной с количеством стирок непрерывной. Заменим количество стирок временем. То есть, будем считать, что у нас есть расход мыла от времени и скорость убывания объема. То есть, первая производная объема мыла от времени. Есть величина постоянная, некая константа. Она отрицательна, потому что мыло у нас расходуется. Соответственно, решаем этот простейший дефурчик, интегрируем, получаем зависимость от объема времени. Объемы мыла от времени это некий V0 стартовый объем куска минус КТ. То есть, абсолютно линейная зависимость. У нас был какой-то объем и с каждой секундой или с каждой стиркой он уменьшается на определенное количество раз. И в этом смысле эта задачка решается просто, что если за 7 стирок у нас от изначального куска осталась 1 восьмая часть, значит за 7 стирок у нас израсходовалось 7 восьмых частей, значит за 1 стирка у нас расходуется 8 часть объема, ну, значит всего куска хватит на 8 стирок. Я очень сильно подозреваю, что этот ответ и подразумевался авторами задачи, несмотря на то, что в диалоге с иносучительницей ответ бесконечное число стирок также был принят. Теперь второй вариант, вторая модель, скажем так, да, которую воспользовался мой сын, и как он объяснил учительнице. А да, вот этот вот график, это как раз линейная зависимость. Изначально было объем мыла, и вот он по линейной зависимости до нуля падает. Следующий вариант, следующая модель, что скорость расхода мыла у нас пропорциональна объему этому самого мылу, то есть она не постоянно, а с уменьшением этого объема она падает. Приходим к дифурочку, что dv по dt равно минус kv. Но это то же самое, что f' равно f, известная функция, которая удовлетворяет такому дифференциальному уравнению этой экспонента. Некая константа умножена на экспоненту в степени минус kt. То есть, каждое определенное число времени от куска мыла отщепляется не определенный объем, а некая одна и та же пропорциональная часть от текущего объема. И график зависимости. Количество мыла от времени, стартовое значение. В момент времени 0, стартовый объем. И вот такая плавненькая убывающая экспонента. И здесь мы явно видим, в отличие от предыдущего случая, что если у нас линейная зависимость в определенном значении времени пресечет ось, абсцисс, то есть кончится мыло у нас в конечном итоге за конечное число времени, то при такой экспоненциальной модели расхода оно у нас никогда не кончится. Потому что каждый раз, то есть за 7 стирок остается 1 восьмая часть, еще за 7 стирок 1 шестьдесят четвертая и так далее. Вот это экспоненциальная модель расхода. И при беседе с некоторыми заказчиками, которым я настраивал программочки, составлял, они мне давали свои модели, их до предметной области, доменной области. Ну и, например, один представитель розничной торговли говорил мне, что по его модели выложенный на прилавке товар тает по экспоненте. То есть чем больше объем лежит на прилавке, тем больше его берут. То есть если построить зависимость остатка товара, выложенного на прилавок для свободного разбора покупателями от времени, то это как раз будет та же самая обратная экспонент. И теперь следующий вопросик. Как же у нас наиболее приближенной к реальности в физическом мире можно построить модель расходования куска мыла? Давайте представим, что мы этот кусок мыла бросаем в воду и позволяем ему самому как бы растворяться, расходоваться при пребывании в воде определенное количество времени. Вот здесь, перед тем, как перейти к третьей этой модели, я задам опять очередную задачку, желающую опять поставить видео на паузу. А задачка такая. Вот представьте, есть грелка объемом 2 литра и две грелки объемом по 1 литру. Наливаются они водой одинаковой температуры. И задачка следующая, что какие грелки быстрее остынут? Та пара, которая по 1 литру или та грелка, которая один объем 2 литра? Ставите на паузу, думаете. И теперь ответ такой, что, разумеется, быстрее остынут две грелки по 1 литру, потому что процесс остывания связан с теплоотдачей, которая идет через поверхность тела. А площадь поверхности у двух грелок по 1 литру будет больше, чем площадь поверхности у одной грелки 2 литровой. Это можно показать в общем случае, например, что две грелки по 1 литру мы можем получить каким-либо образом разрезов пополам, как угодно, грелку 2 литровую. И, соответственно, по этой плоскости разреза удвоенные эти площади добавятся к общей площади поверхности двух грелок. А в случае одной грелки они будут отсутствовать. Итак, модель следующая. Что скорость расхода мыла пропорциональна площади поверхности куска мыла. И это, в принципе, логично, потому что мыло соприкасается с водой, кусок мыла с водой по своей поверхности. И сам процесс расхода мыла идет как раз на границе вода и кусок мыла. То есть, чем больше площадь поверхности, тем ровно, прямо пропорционально больше будет идти расход. С каждого квадратного сантиметра поверхности в единицу времени будет у нас определенный расход мыла происходить. Соответственно, мы запишем этот дифурчик, что dv по dt прямо пропорциональна площади поверхности. А площадь поверхности у нас как можно выразить через объем? Тут мы вспоминаем, что объем это пропорционален кубу линейных размеров тела. Собственно, линейный размер тела пропорционален корню кубическому степени из объема. И, соответственно, площадь поверхности это квадрат линейных размеров. То есть, объем степени 2 третьих это хорошая оценка для площади поверхности. В случае сферы это напрямую совпадает. В случае более сложных тел тоже достаточно хорошо приближает. Итого, этот дифурчик решается следующим образом. У нас получается в качестве его решения многочлен. Но действительно, попробуем возвести в куб левую и правую часть этого дифура. То есть, получается, что производное в кубе равно само значение функции в квадрате. Если многочлен третьей степени, его производный это многочлен второй степени. Он в кубе это получает шестая степень. Соответственно, сама функция многочлен третьей степени в квадрате тоже шестая степень получается. И при заданных определенных начальных условиях, вот у нас получается график такой, в начале в нулевой момент времени был стартовый объем куска мыла, потом он идет по ниспадающей ветве кубической параболы, и в определенный момент времени количество объема мыла становится нулевым, ну а дальше уже физическое ограничение мы это не рассматриваем кусок. То есть здесь, как и в первом случае, при модели линейного расхода у нас есть четкий момент времени, когда объем мыла исчезает полностью, в отличие от экспоненциальной модели. Когда у нас количество мыла никогда не исчезнет, он будет просто пропорционально уменьшаться в бесконечное число времени. Итак, мораль такова, что в подобных задачках важна модель, которую вы возьмете к рассмотрению. Далеко не факт, что есть всегда одна единственная, правильная, исключительная модель, что некоторые модели могут равноправно претендовать на использование в данной задаче, но при разных моделях вы будете получать, соответственно, разные ответы. Все, спасибо за внимание.